Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Мы можем двигаться туда, где нас Господь ожидает сегодня как людей зрелых, сильных, которые умеют отражать вражеские атаки, которые знают, куда идут, которые знают, для чего живут и знают, что делать прямо сейчас. Вот это те вопросы, на которые нам важно иметь ответы с периодичностью, потому что мы продвигаемся, а значит, надо осматриваться и понимать, где мы находимся в данный момент времени, какие задачи перед нами стоят именно сегодня и что мы уже достигли, чтобы не остановиться на достигнутом, пока жизнь продолжается, а идти вперед, идти дальше. И поэтому мы с вами продолжаем говорить об этой древней книге Иова и о том, что на все периоды человечества все равно в фокусе всегда оставался человек и со стороны врага, который пытался его сбить с правильного пути, выбить из воли Божьей, как это было с Адамом и Евой от самого старта, и потом по всему человечеству. Попытка его останавливать вот эти процессы Божьи разного рода ложью или атаками, либо преследованиями, которые приводят человека в смятение и потерю ориентиров. Поэтому, когда Бог похвалялся своим человеком Иовом, то он имел в виду, что таких не так много на земле. И поэтому его взор, он особым образом отмечал его и наблюдал за ним. И вы знаете, когда мы хотим, чтобы Господь наблюдал за нами, то нам надо на самом деле понять, что важно выйти из зоны ординарности, что-то сверхординарное начать делать или экстраординарное. То есть жить не в ритмах этого мира, и что предлагает нам мир, а в ритмах божественных ценностей. И чем больше мы туда проникаем своим естеством, своими целями, своими усилиями, своим плодом жизни, тем больше внимания небо уделяет нам. Потому что очи Господа обозревают все лицо земли, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне ему предан. Посмотрите, видит вроде бы всех, но начинает активно работать с теми людьми, чье сердце предано, вполне предано. Поэтому Иов был таким человеком. И казалось бы, ну в чем тогда его преимущество, то, что он был таким человеком и попал в такую переделку. С другой стороны, у каждого на роду, на его призвание, написаны те программы, которые Бог предусмотрел. Поэтому лучше жить в этой программе, потому как здесь ты получишь и уроки, и ответы, и развитие, и плод, и вообще то, что называется преображенной личностью. Что с Иовом-то в принципе и получилось. Вроде бы и так Господь им похвалялся, но где он оказался в конце книги, это в несколько крат лучшее состояние и по внутреннему его миру, и по внешним результатам, и по тому, как Бог о нем отзывается. Поэтому каждый из нас, друзья, находится там, где он находится сейчас, но это не значит, что нам там надо остаться. Поэтому Господь наблюдает за тем, чтобы нас провести дальше и глубже. И так как мы прочитывали уже из канонического варианта Библии и смыслового текста, то чуть-чуть вернусь к смысловому тексту последнего стиха, чтобы мы с вами потом взяли новый абзац. Это восьмой стих, еще раз концовочка. «Нет такого, как он, человека зрелого, всеми силами сопротивляющегося тебе, человека, пытающегося хранить себя в чистоте и святости, чтобы твои желания не коснулись его, и чтобы ему не идти по твоему пути мыслей». Вот это то, что мы не успели разобрать в прошлый раз. Здесь я хотела бы немножечко побыть. «Чтобы ему не идти по пути твоих мыслей». И он всеми силами сопротивляется твоим желаниям. Посмотрите, желания в нашем сердце. Чьи они? Откуда они? Безусловно, если мы говорим, что они в нашем сердце, можно сказать, они мои. Но на самом деле источник желания, он далеко не всегда внутри нас. Он предлагается нам со стороны. С одной стороны, это то, что мы в себе имеем как физиологические потребности. И они-то как раз часто и обстреливаются. Когда человек голоден, то предложил Христу, сатана, чтобы он камни превратил в хлеб. То есть идет речь от физиологической потребности, какое-то искушение. Но с другой стороны, если мы понимаем, что желания, которые в нас появляются, они имеют происхождение духовного порядка, то как мы их узнаем, откуда это желание, Божье или не Божье? Если это Божье, то, во-первых, оно больше нас, всегда масштабнее нас. И Господь предлагает нам делать это вместе с ним. Потому как он предлагает что-то, в чем сам собирается участвовать. Что предлагает враг, то он акцент делает на внутреннее самодовольство, эгоизм и самореализацию. То есть идет речь о том, что человек в своем естестве имеет эгоистическую природу после грехопадения. И поэтому она тогда начинает очень сильно требовать подпитки. И вот это уже желание, идущее от врага. И очень важно, надо это различать и понимать. Потому что у Иова это было развлечение. Поэтому он всеми силами сопротивлялся его желаниям и мыслям. Он их отличал. И поэтому нам с вами тоже надо для себя понять, до какой степени я отличаю эту природу эгоизма, которая во мне поднимает голос, природу желания оправдаться и быть правом в глазах людей, доказать чего-то. Или я понимаю, что оправданные не оправдываются. Я могу просто жить, доверяя своему Богу, который четко знает мотивацию сердца и понимает, что в моей жизни привело меня туда, где я нахожусь. Поэтому обратите внимание, что и Господь наблюдал, и враг наблюдал. Но враг стал более тщательно еще наблюдать после того, когда Бог ему сказал нечто. Но в то же время он был готов отпарировать этот, иметь ответ и сразу сказать Богу, что он думает по тому, что сказал Господь сейчас про его. Так как он тоже наблюдал, взвешивал и искал к нему подходы. Потому что мы видим, что если Господь сказал, он всеми силами сопротивляется тебе, значит враг понимал, какие силы поднимались внутри Иова, чтобы противиться планам, мыслям и желаниям врага. Еще один кусочек сейчас с канонического варианта. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Итак, прочитываем еще теперь уже из смыслового перевода. И отвечал сатана Господу, разве ты щедро не платишь ему за его внимание и послушание тебе? Посмотрите, насколько он четко понимает, что Господь щедр в своем воздаянии. То когда человек стоит против какого-то греховного образа мышления, желаний, которые могут подниматься из эгоизма, которые могут навязываться из похоти, которые могут навязываться из этого мира, когда подкормка идет от того, что ты видишь, слышишь, а уж тем более в наше время, когда ресурсы, интернет-ресурсы могут быть задействованы, там, где человека никто не видит, а он может гулять по разным сайтам, прогуливаться по разным грязным дорогам, естественно, это его самого пачкает. Кажется, что я всего лишь посмотрел. Но глаза – это канал для питания души. Это совершенно конкретный канал для того, чтобы либо заразиться, либо осветиться. Потому что когда мы что-то съедаем, это открывает или закрывает глаза. Это очерняет или освещает нашу жизнь. В зависимости от пищи и от источника этой пищи. Поэтому сегодня-то особенно это имеет значение, и надо об этом помнить. Ты ведь окружил его, и все, что принадлежит ему защитой и охраной, так, что к нему не подступишься. Обратите внимание, Иов со своей стороны делал все возможное, чтобы противостоять. И Бог это видел. Но его сил не хватило бы, если бы сам Бог не защищал его. Посмотрите, вот о чем здесь идет речь. По крайней мере, на том этапе. Это то, что предлагает сейчас сатана проверить, а хватит ли у него сил без тебя это делать. Ведь ты его так оградил, ты его так защитил. И мы сегодня дети завета. Завет нас охраняет, защищает. Это не значит, что мы можем жить, как хотим, в заветных отношениях. Потому что завет – это обоюдная сторона. И со стороны Бога есть заветная часть и ответственность, и со стороны человека. И поэтому, когда мы даем Богу обет чистой совести, и так заключаем завет, тем самым я даю Богу некоторое обещание, что я буду реагировать на голос совести, когда он будет во мне указывать на неправильные вещи, на уровне чувств, действий, мотивов, слов, мыслей. А раз я буду реагировать, таким образом я даю тебе право голос моей совести использовать, как твой канал в моей жизни, чтобы меня останавливать на неправильных путях. Это, друзья, для нас важный такой фактор, важный момент – понимать, что голос совести отдан в завете Богу, чтобы он им руководил. Другое дело, если источником нашего понимания жизни не является Божье слово, а являются традиции, то голос совести будет искажен. Например, человек будет грехом считать то, что Бог никогда не называл грехом, потому что есть правило на правило, заповедь на заповедь, как говорит Господь в одном из пророков своих. То есть идет речь, что тут немного, там немного люди стали добавлять, как когда-то добавила Ева, сказав, что он сказал не только не вкушать, даже не прикасайся к нему. То есть как бы усилить этот вопрос новыми запретами. То вот Бог этого не делает, именно потому, что запреты сами по себе, они очень малоэффективны, если в сердце человека нет любви. И поэтому в данном случае мы видим, что эти запреты, которые внутри человека, они либо его сделают сильнее, либо ослабят, в зависимости от того, куда эти запреты направлены. Поэтому ты ведь окружил его, и все, что принадлежит ему защитой и охраной, так, что к нему не подступишься. Высвободил слово твое на все, что он делает, чтобы все в его жизни совершалось по воле твоей, и богатство его умножается, распространяясь по земле. Ведь это ты за него все делаешь. Обращаюсь с ним, как с ребенком. Вот как здесь раскрыт очень ярко механизм Божьей защиты. Ты все делаешь за него своим словом. Вот, друзья, в чем зрелость христианина. Когда слово Божье начинает в его сердце жить, как механизм защиты, как оружие и инструмент. Когда не просто ждать, Бог защитит меня этим словом, а я беру его слово и защищаюсь. И вот здесь как раз это стало предметом оспаривания. Вот ты все за него делаешь, а пусть он сам, пусть он сам попробует твоим словом защищаться. Поэтому сегодня, друзья, мы взвешиваем, до какой степени я уже могу работать Божьим словом в своей войне, духовной войне, за себя, за свою семью, за те горизонты, которые мне Бог поручает. Если я реально умею это делать, то враг вынужден убежать. Если не умею, то это предмет оспаривания, его перед Богом. А ты позволь мне попробовать и проверить, до какой степени этот человек будет тебе доверять, когда ты не будешь за него все делать своим словом. Итак, друзья, у нас с вами есть конкретный критерий, по которым можем себя проверять. Вот сегодня мы с вами размышляем над Божьим словом, что позволяет ему вселяться в наши сердца, что позволяет ему жить внутри каждого из нас и оттуда руководить нашими эмоциями, чувствами, словами, решениями и плодами. И если это слово вселяется, и мы над ним размышляем, то мы даем ему больше и больше уйти в глубину земли, чтобы потом дать росток. Росток живого послания, росток, из которого выйдет плод, росток, который надо еще и поливать, чтобы он рос, чтобы солнце его обогревало, чтобы земля давала свой там плод. И тогда, когда земля произращает посеянное в нее, то это в связи с тем, что есть комплекс работы. И посеянное, и поливаемое, и взращиваемое. То есть есть то, что делает человек, есть то, что делает Бог. И поэтому у нас с вами сегодня есть возможность дать Богу увидеть, что со стороны человека, то есть с нашей стороны, мы делаем то, что от нас зависит, чтобы вера наша укрепилась, чтобы основание нашей веры было незыблемой, чтобы мы могли Божьим словом, питающийся от Его Духа, принять тот смысл Его Слова, которое позволит нам противостоять всем козням врага, сделать непоколебимым основание нашей веры и отказаться от замыслов преисподних мест. И я предлагаю вам сейчас совершить эту молитву, потому что мы сами на самом деле себя защитить не можем, но с Богом и Его Словом мы непобедимы. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы дети Завета, и мы в заветных отношениях с таким Богом, который дает нам защиту в своих объятиях, в своем обещании, что мы пойдем неторопливо и все успеем, и уповающий на Господа никогда не останется в постыжении. Поэтому мы словом Твоим сегодня не излагаем врага, мы словом Твоим сегодня укореняем то семя, которое когда-то ты давал сеять. Я благодарю Тебя, что словом Твоим мы отражаем Его раскаленные стрелы и говорим, они ничтожны, и они в нашу жизнь не попадут, они не сделают то, ради чего посланы. Мы объявляем их надломленными на основании слова Твоего, как первосвященника нашего исповедания. Поэтому все, что Ты определил о нас, оно состоится и сбудется. И Ты благослови нас быть теми благочестивыми, всеми силами, старающимися противостоять врагу, но силами не своими, а силой Духа Твоего и Слова Твоего в нашей жизни. И я благодарю Тебя, что через это придет добро, в наши судьбы, в наши дома, в наши рода, в наши церкви и города, где Ты поселил нас. И я благословляю каждого человека познанием Твоей воли, слышанием Твоего голоса и ясности смысла. И все планы врага, пусть будут разорены и разрушены, и ни один из них не состоится. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok